Песочные бои С удовольствием, вот некоторые вообще оставили его в ангаре, вот, ну, я тоже, как бы, возможно, прошел его с удовольствием, но это было так давно, что я уже нифига не помню, вот, на пресс-аккаунте выкупил я хедзера, экипаж у меня не прокачанный всего лишь, значит, первый перк, вот, ну, и у командира выкачана лампочка, оборудование, орудийный досылатель, рога и сеточка. Вот, купил камуфляж, поскольку, вот, все-таки экипаж не прокачанный, бонус к массовировочке нам по-любому пригодится. И что ж, ребятки, я играю с фугасницы, как уже многие заметили, боекомплект, половина ББшек, половина голды, вот, ну, и тут, в принципе, больше, наверное, нечего рассказывать. Едем, становимся в кустик, сводимся, стреляем, ваншот. Очень приятно, реально, с одного выстрела отправлять противника в ангар, тут я уже немножечко затупил, стрельнул в труп, следующим выстрелом не долетел снаряд, немножечко, вот, как-то долгий, долго он тут летел, вот, то ли я поздно стрельнул, сбиваю гуслю без урона. Следующий выстрел ББшечкой, я ставлю на гуслю Хедзера, и мне начинает не нравиться, то есть я сделал три выстрела, ничего не нанес, я заряжаю просто-напросто голду. Хедзер сэкономил вражеский ремкомплект, простояв на гусле долгое время, следующим снарядом в бочиночку голдушечкой Хедзера отправляем в ангар, отлично. Есть два фрага, хотя, если бы, наверное, зарядил бы сразу голду, то он и был немножечко порасторопней, то все бы четыре здесь бы забрал, ну, не важно, это не важно, фрагов все равно в этом бою у меня будет целая куча. Что же, смотрим по миникарте, светится вражеская ПТ на базе, вот, обзоры у противников небольшие, вот так вот вальяжно выезжаем на эту гору, где на высоких уровнях просто появляться и сунуть нос даже не стоило, и пытаемся вот по этой бумажной ПТшечке стрельнуть. Стреляем выстрел, стреляем второй, и вы видите, просто капец, как же оно криво летит, ну, вообще, просто капец, не знаю, настолько вот в сторону уходит снаряд, что просто нет слов, хотя при полном сведении я стрелял два раза. К сожалению, не попал, не попал в ПТшечку, хотя, если бы залетело, был бы еще один ваншот, ну, да ладно. В общем, продолжаем движение, тут наглый Валентайн пытается забрать союзного Су-85, мы, конечно же, одним выстрелом отправляем вражеского супостата в ангар. Супер, продолжаем движение, давим этот фланг, тут остался еще один противник такой, достаточно наглый, легкий танк, парень что-то пытается, я не знаю, что-то пытается, у него, наверное, есть какой-то план. Нет у него никакого плана, получает всего лишь один снаряд и, конечно же, отправляется в ангар. Да, вот, Хедзер, это реально такая вкусная тема, вот, как будто какой-то Як-ПЗЕ-100 на четвертом уровне, только Яга угощает на косаре к каждому, да, каждые, там, 21 или 22 секунды, а Хедзер, он просто ваншотит. То есть, еще круче даже. Тут я немножечко, не выйдя за света, поехал вперед враж на противников, вот, получил плюшечку, но ничего, выйдя из-за света, становимся в кустик и продолжаем раздавать. Светится противник, конечно же, с одного выстрела отправляем в ангар, светится еще один, по нему кто-то стрельнул, он ваншотный. Ну, в принципе, даже если бы не был бы ваншотный, мой выстрел тоже отправляет в ангар. Отлично, мы в этом бою уже заработали война, у противника осталось еще 5 танков, но, к сожалению, они все достаточно далеко. Вот, я вижу вражескую артиллерию, но, к сожалению, момент был упущен, артиллерия начинает движение, уходит, но тут я смотрю, что она куда-то не туда едет. Парень не вглубь поехал, а он еще хочет пострелять. Братан, не вопрос, давай постреляем, держи снаряд и отправляйся в ангар. Супер, 7 фрагов, я уже думаю, о, прикольно, 7 фрагов, он еще на базе арта осталось, вот, пишу в чате к ребятке, дайте еще один фражик, оставьте арту, мол, ну, я думал, что Редли Волтерса получу. Честно, я вот настолько давно не играл в песке, что не знал, что на 4 уровне за 8 фрагов не дают Редли Волтерса, ну, на 4 уровне и за 10 фрагов уже не дают медаль Пула, да, по-моему, она называется, за 10 фрагов. То есть, в принципе, как бы пошли изменения, я так понимаю, вот, что эти медальки Редли Волтерса, Пула дают только начиная с 5 уровня. И тут, в принципе, ребятки, такой самый эпичный, наверное, момент в конце, я делаю выстрел, ну, я не знаю, как-то вот светится только башня у этой артиллерии, вот, корпус, он где-то там под землей спрятан, получается, наверное, какая-то неровность, горочка впереди. В общем, и я вот пытался два раза попасть в башенку этой артиллерии, она уже осталась, кстати, последней, и снаряд так и не зашел, к сожалению. Меня немножечко это накаляло, ну, думаю, ну, ладно, вот, тут, в принципе, поблизости союзников уже никого, приедем вплотную, убьем. И, в принципе, так все и получилось. Вот светится артиллерия, делаем шот и 8 фрагов на изи. Хедзер просто крутая тема. Да, если вы попадете внизу списка, конечно же, играть будет не настолько приятно, но играть на хедзере в топе, это, блин, самое оно. Реально очень круто. Ваншот, 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 куча фрагов, мастер, все медальки. Ну, в общем, сплошное удовольствие. На этом у меня все, ребятки. С вами был Slim SaberNake, вы такой вот песочный бой. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, обязательно комментируйте. До новых встреч, всем хорошего настроения и пока. Субтитры сделал DimaTorzok